На железнодорожной станции Ярославль-Пристань цистерна с топливом сошла с пути и загорелась. Жители Фрунзенского и Заволжского районов наблюдали сегодня столб дыма на берегу Волги. К счастью, это постановка. Так провели свои учения ярославские железнодорожники. Подробности знает Алена Стицук. По легенде, цистерна с топливом сошла с пути и загорелась. В результате содержимое вылилось и вспыхнуло. Кроме того, пострадали двое человек. Первым делом территорию чрезвычайной ситуации с помощью кинологов и беспилотника осматривают на предмет угрозы взрыва, чтобы сбежать дополнительных жертв. Только после начинается спасательная операция. Устранить возгорание топлива прибывают спецслужбы. Как правило, на любую чрезвычайную ситуацию пожароспасательные подразделения прибывают первыми. От них зависит полностью вся картина и ход дальнейших действий всех привлекаемых на ЧАЭС сил и средств. Одновременно прибывает и пожарный поезд охраны железнодорожного транспорта. Он займется тушением самой цистерны. Первая задача – это оцепление здесь было выставлено. Не допущены сюда люди посторонние. А вторая задача, которую мы выполняли, это совместно с Министерством по ликвидации чрезвычайных ситуаций мы ликвидировали пожар. Пожар потушен. Теперь нужно ликвидировать последствия, в первую очередь опасные для окружающей среды. Устраняет вред, нанесенный пролитым топливом служба «Экоспас». Производится разведка в месте ЧАЭС. Потом для локализации выкладываются береговые боны или речные боны. Смотря где розлив нефтепродукта. Потом делаются приемки в земле, чтобы туда стекал нефтепродукт. И начинается перекачка, то есть ликвидация розлива. После тушения пожара поврежденную цистерну ставит на рельсы кран восстановительного поезда. Можно приступать к ее транспортировке, а потом восстановить движение на станции. Алена Стецук, Василий Мосин, Новости города.